Десять молодых людей рассчитывали отправиться отдыхать на острова, а оказались в палатке на лесной поляне. Они испытывают себя на тренировочном полигоне в быту и стараются стать командой спасателей. Притирка характеров идет тяжело. Ребята пока не могут понять, кто они сами и кто эти люди вокруг. Я желаю вам спокойной ночи. Борьба за лидерство обостряется. Теперь Дина командует на кухне, Макс на испытаниях, Виталий тихо собирает победы. Будет ли новое утро вечера мудренее? Вы видели, какой вчера был закат? Вечером небо настолько было, имело, наверное, всю палитру красок. Вот я вышел и просто забыв о том, что ждут испытания, что нужны какие-то вот эти терки, борьба за лидерство. Участники уже долгое время живут в лесу, но не все адаптировались к новым условиям. В стрессовой ситуации даже простые вещи превращаются в квест, в котором и собственную кровать не всякий найдет. Ой, это же кровать Кати Губиной. Спокойной ночи, Рома. Сегодня утро у меня началось с того, что мне очень тяжело проснуться, я очень устала, и я хочу домой. Я подошла к Роме, я это сказала утром. И он мне так вдохновил и говорит, ты хочешь сойти с дистанции на полпути? Ты же финалистка. И я себе тоже дала такой зарок, что Дина, возьми себя в руки. Как бы тяжело ни было, ее не распускай, иди дальше. Я вообще утром забыла, какой день. Я только когда окончательно проснулась, я поняла, что... О, Катюха! Здорово! Вот. Я думала, что ребята тоже забыли. У Кати Губиной на проекте случился день рождения. И это первая сегодняшняя неожиданность. Максим подошел и говорит, ребят, типа, я хочу завтра сделать Кате подарок на день рождения, я хочу собрать букет цветов. Не дай бог кто-то вообще это сделает до меня. Типа, мы такие, ок-ок, все, мы тебя поняли, хорошо, давай. Тут с утра, значит, стоим мы на кухне, и подносят букет цветов Рома. И я такая, ух, смелый такая, думаю, вообще ничего не боится парень. Поздравляем! Поздравляем! Мне, кстати, Рома на ушко сказал, что это Максим собирал. Вот, блин, я так привыкаю, что мне кто-то утром звонит всегда, там, мама, друзья. Поверь, звонят. Да, мы стараемся. Но мне как-то хорошо и сладко, очень честно. Ну, Катин день рождения, необычный день рождения такой. Она его запомнит, мне кажется, очень, не то что надолго, она всю жизнь запомнит, да. Но Катин праздник не единственный сюрприз. Утром не пришел Вадимыч. Что будут делать без него ребята? Мне кажется, или у нас давно должен был прийти наш командир. Вадимович, может, сегодня выходной вообще, день рождения. Вот, Вадимыча не было, я почему-то подумала, наверное, он на серьезном задании. Людей спасает. Ромыч, ты слышал? Приходит Вадимыч такой здоровкой тебе. Да. Здравствуйте, товарищи. Здравия желаем. Херня. Три-четыре. Здравствуйте, товарищи. Здравия желаем. Вот, все, ништяк. Если еще построимся по росту, вообще будечеток. Он оценит. По ранжиру называется. Но первой в это утро всех построила Наташа. В ее школе лесной йоги был только один ученик. А сегодня неожиданно пришли все. Давайте ножки вместе поставим. Дина, давай. Вперед. Вдох наверх. Еще. А для чего мы этого делаем? Чтобы когда мы бегали, локти нам не мешали, а помогали. Я вообще сразу сказала еще на кастинге, что это не она. Вот эти все маты. Ха-фа. Я такая звезда. И вот сейчас мне Наташа нравится такая, какая она есть. Она очень хорошая девочка. Макс, ты тянешься как будто в неправильный поперечный шпагат, а тебе надо в продольный. Соня, ты должен живот развернуть к передней ноге. Мои дети на разминке. И все я их так исправляю, тоже, как дети. Коленочки выпрями, спиночку пониже. Максу сегодня руки эти тяжеленные, еле их подняла. Говорю, спиночку, коленочки выпрямляй, выпрямляй ножички. Макс такой, ээээ, сразу зарычал. За Рома, побежали. За Рома. Неужели это наконец случилось? Ребята повели себя, как настоящая команда, сами и без приказа. Нотиком вдох, ртом выдох. Ромка, беги. Погнали. В прошлый раз спасателям обещали испытания огнем. Им даже подарили огнетушитель. А сегодня ставки растут. Еще недавно они не знали друг друга. Такие разные жители сети. Они не должны были встретиться в реальной жизни. А сегодня они команда спасателей. Их было 10. Но до сегодняшнего дня дошло только 7. Кто покинет команду сегодня, знает огонь. Ну, как всегда, без сюрпризов не обходится никогда. Бежали на пробежку, и там встретили пожарную машину. И человека еще более грустно, чем Вадимыч. Всем доброго дня. Сегодня Вадиму Чинету. Сегодня буду с вами я. Он представился Александровичем. Мне так... Ой! Земелья по отчеству, думаю. Я тоже Александровна. Может, и все хорошо будет. И у вас будет сегодня испытание огнем. Для того, чтобы пройти это испытание, у вас должна быть полная выдержка. А самое главное – это выносливость. Он большой такой, крепкий начальник. Жесткий, строгий. Вы примерите на себя, значит, боевую одежду спасателя, пожарного, в которой они работают ежедневно. Я так понимаю, у Кати сегодня день рождения. Аплодисментами поздравим ее. Значит, мы с нее и начнем. Я неторопливый человек по своей сути. И вот когда мне говорят, надо одеться на скорость, я... О-о-о-о, ну все, пока. Сейчас я, короче, налажаю. Здесь есть регулировочные ремни. Это как на рюкзаке, нормально. Одеваем куртус пожарного. Ну, потом, когда он достал этот волшебный костюм, он был, конечно, жутко красивый, оранжевый. Прошу замесить. Пожарные работают в жарких условиях. Температура большая, поэтому ни в коем случае без этих вот утеплителей работать нельзя. Одеваем. Это очень, ну, почетно, что ли. Потому что, ну, приятно, что нам доверили эту форму. Это все-таки надо заслужить. Тинки-винки. Тинки. И вот боевая каска пожарного. Вот, пожалуйста, вот так выглядит настоящий пожарный. Норматив по времени 18, 21, 24 секунды. Поехали! Раз. Два. 18 секунды, Господи, помоги. Работаем. Форма сама по себе очень тяжелая. И когда ты ее на себя надеваешь, ты весь превращаешься во что-то очень громоздкое и неповоротливое. Вы должны сделать. Ну, люди просто не осознают, мне кажется. Я тоже не осознавала, пока я это все не померила, не побегала. Я думаю, таких кучек, которые даже из-за нетушителей не умеют тушить. Наша служба опасна и трудна. Но я бы, наверное, не хотела работать честненько. Даже не представляю, какой физической выносливостью нужно обладать для того, чтобы выполнять в этой форме какие-то сложные маневры. А тем более в жару бегать по этажам. А картошку будем тушить? Это максимум, на что мы способны тушить. А тушить все же придется. Перед испытанием ребятам дали время потренироваться в одевании боевой формы пожарного. Как распорядиться им команда? Пока время есть, тренируйся. Меня вот Виталик очень сильно мотивирует. Тоже с костюмом. Он говорит, спокойно, все, ты посмотри, подгони, попробуй. Не надо там советы раздавать. Нет, спасибо за советы. Максим считает, что в испытании на время каждый должен быть за себя. На репетиции, на тренировке я один раз только делал эту боевку, я ее не напрягаюсь, а делал в норматив 21 секунду. Кать, не поможешь. Тяни. У второго лидера команды противоположное мнение. Спасатель – это не только человек, который идет в вагоне, достает других. Это еще человек, который должен смотреть затылком то, что делает его товарищу, и помогать. Каждый за себя, или каждый за всех. Какая позиция окажется успешнее, покажет только испытание. Спокойно, вы там заветы не давайте, окей? В наше время вообще успеха достигают как раз-таки вот такие люди. Может быть, где-то беспринципные, наглые. И мы все такие, на самом деле. Или вот то, что Виталик как раз-таки такой весь всепомогающий, всепрощающий Иисус, он, ну, наверное, в жизни ему это не совсем хорошую работу делает. Они, в основном, говорят, все вот эти же эгоистичные люди, потому что они не способны помогать, они не способны переступить через свою гордыню. Борьба над гордыней – это, наверное, самое трудное испытание, которое должен пройти каждый человек. Сегодняшний день на Поляне наполнен сюрпризами. У Кати Губиной день рождения. Вадимовича сменил Александрович, а впереди испытание огнем. Грамм была дана задача разобраться с огнетушителем. Огнетушитель взяли с собой. На предыдущем испытании команда получила огнетушитель и записку. Но только Роман Гомезов вспомнил об этом и выполнил задание. Похоже, парень сделал выводы после номинации и начал просыпаться. Взял его с собой просто по инерции, хоть это и было тяжело, но тем не менее я посчитал это нужным. Как оказалось, это был большой плюс. К моему призыву рассмотреть хотя бы инструкцию к огнетушителю прислушалась только Наташа. Кто может мне вкратце рассказать его действия? Пожалуйста. Виталий уверен, что точно знает, как пользоваться огнетушителем. Вот, уже неправильно. Ребята понадеялись на удачу и провалили, казалось бы, простое задание. Еще раз напоминаю принцип выполнения норматива. Значит, боевая одежда, особенно куртка, должна быть растегнута. Вы одеваете брюки, одеваете куртку, одеваете каску, застегиваете подбородочный ремень, одеваете краги. Марш! Там был такой адреналин, там был такой накал страсти, что я даже не услышала, во сколько секунд я смогла эту форму все на себя нацепить. Но я же просто репетировала, я же просто тренировалась. А чем больше тренируешься, тем лучше получается. Да, в итоге вот у меня очень сильно улучшилось время, даже когда на испытании я запомнил свое время, у меня было 25 секунд. Я победил в этом испытании, хотя на тренировках я был в числе остающих. Готово! Готово! Так или иначе, но готов, сказали все. Молчит только Максим. Шлем не застегивался, да, я его шлепаю, 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 он не застегивается. Я слышу, готов, 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 да ёпарас. Ну не получилось у меня со шлемом, ну что расстраиваться. 45 секунд. Крайнее время. Но все же вы вовремя не вложились. Краги снять. Стоим в упоре лежа. Так называемое упражнение планка. Если дети себя плохо ведут, то я им сразу в планку. Ниже. И на ровное. Я такая, ух, такая быстренькая, на всякий случай, чтобы не отхватить. Встать! Максим единственный, кто проигнорировал тренировку, потому что сразу уложился в норматив. Он никому не помогал, считая, что каждый сам за себя. Норматив не сдан. Берём в руки дневный тушитель, выдёргиваем чеку. Ни в коем случае, вот берём не здесь, а вот здесь, на краешке. Нажимаем курок и производим тушение огня. Выдёргиваешь чеку, надавливаешь и тушишь. Я примерно приставила в голове, но пока не пробовала, я бы всё равно не сделала. Прекрасить! Другие ребята, когда тушили пожар, они делали очень дёрганные движения, и из-за этого тушили очень долго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я же сделал несколько медленных проводов по всей территории, так сказать, сонировал территорию и затушил очень быстро, буквально секунд, может, 10-15. Ну, блин, я вообще... Я так до нее переживал, чтобы она прошла испытания. Это вы спасатели. Скорее, пожалуйста, Сергей! Спасатели-спасатели вам нужны? Это усложняет ваше задание. Начинаем! Когда разгорелось в пламя, она молодец, что не сдалась, это было так важно. Ближе, 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 ближе! Оттожгла по полной, молодец. Следующий, следующий, следующий бери. Я видел вот эту верность в ее глазах и знал, что она справится с заданием. Сейчас десяточку прибежит. Сейчас десяточку! Александр такой кричит, Серега, Серега, давай десятку, давай десятку. И я говорю, что, ну, Серега, ну, а это десятка? Сейчас огнище будет такое, что спали всю съемочную группу, все сгорим. Баба-огонь, гром-баба, я думаю, это подходит, и это хорошая ее характеристика. Вообще считаю, что женщина должна быть и слабой, и беззащитной. Но здесь такие условия, что нужно все свои сильные качества проявлять по максимуму. Молодец! Выговор отменяешься! Я даже расстроилась, что мне не попался такой пожар, как Дине. Вот честно, я расстроилась. Я стою и думаю, блин, ну, что за детский сад я тушила, и почему ей такой костер попался, блин, ну. Ну, серьезно, вот потому что, да, я тоже хотела быть геройской женщиной, которая получит жирный плюс. Как настроение? Ничего не вгорело? Все нормально? Да. Отлично, молодец. Плюс? Огонь победила, моя стихия. Команде предстоит усвоить еще один урок. Наверное, начну с неприятного. По итогам, значит, одевания боевой одежды были некоторые хитрости, которые недопустимы. Кто одевал куртку, и она была уже застегнута. Неприятно. Вот это поворот. Да, печалька. Я сообразил такую хитрость о том, что эту боевку можно заранее застегнуть и одеть на себя через голову. Я раньше ее никогда не одевал, не имел, не умел и прочее, прочее. Очень много времени у меня уходило на застегивание верха. Мой товарищ, так скажем, Максим, говорит, что ты, малая, мучаешься? Можно же застегнуть и как свитер одеть. Можно так делать, это не заключено. Я в это не лезу, но, как бы, да, просто можно по факту увидеть, что он хотел прогнуть, как бы, систему под себя, но это не получилось. В итоге должно быть все застегнуто, вначале должно быть все расстегнуто. Это недопустимо. Вам, вам минус. Я был очень рассержен замечанием этого майора по поводу того, что я делал боевку через веру. За привлекание вам второй минус. В лучшую сторону я отмечаю вот эту вот девушку, которая справилась храбро с огнем. Зина, я вас поздравляю, огромный и большой вам плюс. Торжество справедливости меня всегда радует. Справедливость мой бог, и за него можно умереть. Первая часть испытания огнем завершена. Пора подвести итог. Ребята с разным настроением возвращаются в лагерь. Два минуса у Максима, один у Кати. А Дина вернулась на поляну с большим плюсом. Но жизнь на поляне продолжается. Рубить я уже до этого пробовал, но у нас немножко другой топор. Я еще раз, я последний раз буду пробовать. Подожди, подожди. У Эдисона лампочка зажглась тысячного раза. Он уже мало того, что нарубил дрова, он уже зажег полевую печь. И вот как-то он меня так смотивировал, что вот у меня там кухня получилась разжечь. Сейчас я ее постоянно разжигаю. Вот, и мне кажется, его это тоже вдохновило. И он, даже если другие какие-то появятся сомнения, я думаю, вот эта вот верность, которая в нем уже зародилась, она поможет ему и дальше продвигаться, и развиваться, раскрываться. Сегодня было горячо. Это относится и к сегодняшним испытаниям на проекте, и к отношениям внутри команды, теперь уже точно спасателей. На первом испытании Максим был уверен в себе, но получил два минуса. Дина победила большой огонь и заработала плюс. Виталий научил Романа Ковалевского рубить дрова и разводить костер. Жизнь лагеря продолжается. В нашем доме было жарко, я решила позагорать немножко. Хорошо, что под моими колготками не видны просто фэшн-укусы комаров по всем ногам у меня. Потому что, да, ноги обкусаны, просто жуть вообще. Это вообще не фэшн ни черта, вообще просто не фэшн. Ром Гамеза номинация подстегнула, потому что, конечно, раскрылся он гораздо сильнее. При этом он у нас сделал автоматический душ. Я еще, правда, им не воспользовался ни разу, но вот планирую сегодня, если все будет хорошо. Я просто безинициативный человек, практически никак себя не проявлял. А здесь был принцип и собственной выгоды, и выгоды для товарищества нашего. В общем, я бы считал это необходимым. В первые дни он просто сидел, и было такое чувство, что он где-то в себе глубоко-глубоко, и не видит то, что происходит вокруг нас. А вчера к вечеру он уже раскрылся, вот как цветок, который после заморозков. Сегодня день рождения у Кати Губины, а праздничного стола нет. Пока нет. Но в день рождения должны случаться чудеса. Добрый день. Добрый день. Я Елена Микульчик, шеф-повар. У меня такой сразу образ. Мама, мама по кушать принесла, мама. Итак, нож шефа. Нож шефа не брать. А теперь давайте знакомиться. Вообще, само знакомство с Еленой для меня уже действительно подарок. Я вам скажу, у нас сегодня семь блюд. Закроем стол. Сегодня будет шикарное первое блюдо. Ингредиенты мы найдем в лесу. У меня мама тоже повар. И когда у нас праздники, это все, это все, еда. Далее у нас будет супер закуска. Последний раз я это блюдо ела в Версале. Ну, это было круто. И сегодня же день рождения. Десерт. Класс. Я не сказала торт. Я люблю вкусно покушать. Вот, а чтобы вкусно покушать, нужно это хорошо приготовить. И готовить будет не шеф, а готовить будете. Битва за еду – головная боль всего лагеря. На прошлом испытании Максим заработал для команды почки. И команда честно старалась с ними что-то придумать. Я сразу сказала, что это отвратительная субстанция. Я есть ее не буду. Все оказались на редкость брезгливыми. Мясо есть мясо. Ребята мучились с готовкой весь вечер. И из-за этих почек легли спать поздно ночью. В итоге почки скормили собаки и остались голодными. Нагоняй от шефа за это получен. Раз собака съела, то и мы бы съели. И вы бы съели. А в качестве нового опыта Елена обещает научить готовить настоящее праздничное блюдо почти высокой кухни. Не то, что из почек, а буквально из ничего. Готовы? Готовы. Ну что, одемте в лес. Это адская кухня. По заданию шефа ребята отправляются в лес, чтобы собрать травы. Оказывается, праздничный ужин всегда был у них под носом. Вот, шишечки. Слышки. Вот это да, самый классный аромат чая. И она такая многогранная, эта шишка. Господи, я говорю, какая многогранная шишка. Они как хурма вяжут немножко. Она такая вот то кисленькая, то немножко горьковатая, терпкая. Короче, вот как и духи рекламируют, которые раскрываются. Вот и шишку можно так прорекламировать обычную. Вот запросто. Кто за лопухом? Ну я лопух, давайте за лопух. Молодец. Что ты на себя наговариваешь? Ром, смотри, Ром, вон, вон, вон. Ну мы же все вместе проходили по этой дороге, все вместе видели эти лопухи, к чему эти ненужные подсказки. Вот наш десерт. Одуванчики и есть. Натуральный, природный афродизиак. Когда Елена Микульчик сказала, что будем собирать крапиву, я сразу поняла, что это вот мой продукт. Цыплят, помню, кормили молодой крапивой. Ну сейчас сами как цыплята покушаем. Куполинка, куполинка, темная ножка, темная ножка, одежь твоя дочка. Мама, у меня сегодня день рождения. И ты знаешь, к нам пришла в гости такая женщина, она прям как ты, она тоже шеф-повар. Правда, ты еще не ездила в Версаль, но я думаю, все впереди. Но знай, что меня сегодня очень вкусно покормят. Смотрели фильмы сейчас? Там вот блюдо из картошки. Да, 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 да. Могется так? Сколько она зовется? А мы будем пальцы загибать. Я, может быть, здесь был неправ, я немножко перегнул палку тем, что я пытался все-таки там ее как-то тоже там прокачать, скажем так. Просто звание давайте я буду. Драники бедные, драники богатые. Ежики, драмки, таркованки. Ну, у Макса уже в крови. Разновидность седра. Увеличение внимания. Это бедраники с начинкой. А во-вторых, если это человек, она человек успешный и она человек известный, достаточно известный, то не сделать это, мне кажется, он не мог. За разговорами чуть не забылось. Так что же в праздничном меню? Это блюдо, которое я в последний раз ела в Версале. Улиточки. Я давно хотела попробовать улиток, я знала, что это деликатес, надо есть. Но французское эскарго из белорусских виноградных улиток – это только начало. Это и есть наши, настоящие, дождевые, жирненькие, вкусненькие червячки. Я сказала, извините, и все, я отстранилась от червяков. Мы запихать будем его с хреном в листьях лопуха. Разделать карпа вызвался Роман Ковалевский. Я из рыбного края, из города среди трех озер. Я еще раз попробую ударить ее. Ну и я взялся за лезвие и немножко себя порезал, да, как-то нечаянно, потому что нож тупой был. Ты жестокий человек. Я тебя недооценивала, Рома. Я понимаю, что сейчас эти три рыбехи просто окажутся в моих руках. Ну, то есть, если я их не приготовлю, то дети, в смысле ребята, то ребята сожрут меня вместо этой рыбы. А дайте еще один такой напальчник. Мозги из нее доставать не надо. Ну, вы что-то в голове у нее копошили. Жабры. Мы достаем жабры, а не мозги. У меня есть такая идиотская привычка все сравнивать с людьми. То же самое было с рыбой. Если это голова, то там мозги, сто процентов. И ничего не может быть другого. Рыбочка скользкая, противная, некрасивая, страшненькая. Что-то вы улеток долго моете. Вы что, с ними разговариваете? Да. С каждой индивидуально. И что они вам говорят? Они молчат. Максим и именинница Катя взялись за самую сложную работу. Это как трубочка от молока. Абсолютно верно. Если оставить, это все будет хрустеть на зубах песок. Я считаю, что мужчина, опять же, должен уметь сделать все. Ой! Иди сюда. Тебе достойно право быть последним. Я вас пугаю, а вы не пугаетесь. Да, мы не спугли. Это белок, все. Это не было, чем восприятие. Скажешь? Да, хорошо. В будущем, если вдруг еще доведется вот так пожить в лесу. Ну вот, ребята, поели шашлыки в первый день. Давайте теперь есть крапиву. Я умею варить холодник. У меня был опыт. Я училась у самой Елены Микульчик. Команда участников реалити начинает превращаться в спасателей. Сегодня не было Вадимыча, но на поляну пришла эксперт белорусской кухни Елена Микульчик. Нож шефа брать. Она научила, как приготовить праздничный ужин для именинницы Кати Губиной, используя дары белорусской природы. Я вам скажу, у нас сегодня семь блюд. Ребята приготовили даже дождевых червей. Жирненькие, вкусненькие червячки. Перед ужином команду ждет главное испытание. Ребята пойдут в вагоне. Опробовали мы с вами огнетушители. Сегодня мы попробуем, как работать со стволами от пожарного автомобиля. Я не представляла, что я смогу вообще додуматься, понять, как это делается и еще как-то это сделать. Центробежный насос. Подает он 40 литров в секунду. Да, там полная дезориентация в этих шлангах. Какие они там по диаметру и как их подсоединять. Хотя потом, когда уже нам Александр еще показал, объяснил, в общем-то все предельно ясно. Разлетление трехходовое, чтобы можно было создать две или три рабочих рукавных линии. Меня впечатлило наше последнее задание. Даже сама тренировка впечатлила. И, ну, можно сказать, получилось. Это было сложно, потому что на жаре в этом костюме, конечно, тяжело. Вспотел я жутко, хотя я в последнее время вообще не потею. Теперь мы будем прокладывать рабочие линии. Бросаем. Оп. Отлично. На самом деле это здорово, то, что нам доверяют такую серьезную технику. Это кубик-рубик называется. Отлично. Молодец. Правильно. Вообще среди спасателей нет женщин. Ну, я не знаю, ну так получается, что я лучше всех. Какой купол создается, да? Какой был напор воды, что у меня вот ноги были вот здесь, а корпус мой был вот здесь. И я примерно вот в таком положении. Хорошо стоит. Перекрываем линию. В фильме или если вдруг видишь это где-то, проходя, то тебе кажется, что это все так быстро. Ну, люди как будто делают это, не прилагая никаких усилий. Открывай среднюю. Так вода, подправись. Вот эта верная насадка предназначена для осаждения в случае, если какая-то химическая авария произошла. Можно было почувствовать себя настоящим спасательским отрядом. Мы начали уживаться в роль. Сейчас мы проверим слаженность работы вашей команды. Вот этот норматив называется «Боевое развертывание от пожарного автомобиля с установкой на гидрант и с прокладкой магистральных и рабочих линий 51 на два ствола «Б». Задача ваша – оказание помощи друг другу. 67 по времени секунд вы должны выполнить этот норматив. Сегодня я реально просто молчал, да, никому ничего не мешал. Сказали, стоять стою, разматываюсь, разматываюсь, соединяю, соединяю. Виталик там что-то пораздавал кому-то, какие-то задания сказали делать, я сделала свое, как бы, у меня вопросов нет. Ну и ладно. У меня и у Кати были каждый по рукаву. Вот, ну это мне напомнило просто гимнастическую ленту, я такая ее раз туда выкинула. Баб научили, да. Ножи. Макс, пошел девать. Стой, 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 кран сюда. Короче, короткий тебе оставляю. Давай. Я обожаю командную работу. В течение этого испытания сразу ощутилось, что мы команда. Правильно с норматива засчитываю со временем, 93 секунды. Не вложились. Я думаю, сейчас скажет минуты 4, а он такой, 93 секунды. Я такая, м-м-м-м. Учс Беларуси может немножечко на нас рассчитывать. А сейчас я хочу посмотреть еще раз слаженность вашей команды, как вы это оборудование соберете. Макс. Ровно, ровно, ровно. Работаем, работаем. Просто отсеиваться сейчас слабейшие. Те, кто чуть-чуть иногда подтормаживает. Но все равно мы делаем все одно дело. Но тот, кто подтупливает, косячит, ну почему-то, к сожалению, по правилам игры ему приходится уходить. Две минуты и пять секунд. А вдруг там снова какой-то вызов, и надо срочно лететь на другой вызов, поэтому надо быстрее, быстрее, быстрее скрутиться. Я подумала, ну тогда возможно, что есть такой норматив. А нормы нет. Потому что нет такого норматива. Я просто хотел посмотреть на вашу слаженность работы. Но есть одно замечание. К сожалению, вы сняли перчатки, а этого нельзя допускать. Это техника безопасности ваша. Если бы, не дай бог, вы защемили свои пальчики... Я не восприняла, как там... Было бы горе. ...какое-то поражение. Я это восприняла, как факт. Это действительно было. Это мой промах. А так, в принципе, всем плюс. Проект идет мне на пользу. Ребята, которые рядом, даже если я понес какую-то неудачу, девчонки сразу поддерживают. Вот, они спрашивают, как я себя чувствую. И это вдохновляет и окрыляет. Да, у меня глаз горит. Я... Просто я вообще как бы до проекта жил в таком овощном состоянии. У меня вообще сейчас такая трансформация всей моей жизни происходит. И проект ее начало. Оживляются мысли, которые доселе были на задворках. Потому что без этого можно так и погибнуть аморфным существом. И вот оно, главное испытание дня. Испытание настоящей стихией. Было спокойствие и какая-то уверенность, что я все-таки смог контролировать эту стихию, которая практически неуправляемая. Открываем ворота вагона. Подствольщики, работаем все. Вот у нас вот ребята все такие адекватные. И они понимают, для чего они здесь находятся. Следующий кто? Оба Ромы. Они у меня как-то на уровне. Смотрю и думаю, что... Работаем, работаем. Это круто, ребята. Вы такие своеобразные. Очень своеобразные. Очень индивидуальные. Но это, конечно, в спасательской теме. Это не прокатит. Проливку полностью сделай всей системой. Здесь, здесь, там. Собрало опущено у всех. А знаете, что я еще хотела вам сказать? Вы помните, я вам в прошлом интервью сказала, что спасатель, наверное, из меня все-таки не получится. После сегодняшнего испытания я решила, что еще чуть-чуть, и я стал крутым фэшн-спасателем. Все мне будет нормально. Ну что, я вас поздравляю. Значит, пожар потушим успешно. Спасибо вам. Участники реалити прошли испытания огнем и окончательно объединились в команду спасателей. Боевая форма пожарных всем пришлась к лицу. Но главной героиней дня стала Катя Губина, у которой сегодня день рождения. Праздничный ужин в национальном стиле помогла приготовить эксперт белорусской кухни Елена Микульчик. Испытание в родине. Ужин готов. Стол накрыт. Команда! Да! На выход! Благодарю вас! Это была вообще такая сказка. Мы перевыполнили план. У нас 9 блюд. Так что занимайте свои места. Я подаю хит сегодняшнего вечера. Улитки с соусом, чешатака и майорана, и даже сыром. За 4 дня пребывания здесь я попробовала больше деликатесов, чем... Можно я его сюда поставлю? Мы послезли лет 5 точно из еды. Червячок, улиточка, страусиное яйцо. Костя, дорогие, присаживайтесь. Спасибо всем, что пришли. Как мы рады все дожили здесь, до Катиного дня рождения. Как я рада даже. Блин, 26 лет. Что, не 40, 26 всего лишь оранжевая. Да, все хорошо. Так, ребята, пробуем улитки. А как? Палочкой пытаемся достать. Возьмите, да, возьмите. Смотрите, пожалуйста, кто-нибудь мне улитку. Я боюсь, что я просто выковырю... Отлично, класс. Шикарно получилось. Ой, класс. Такой вкус многогранный. А сколько у нас их штучек? Просто, ну, ура. Я съел, наверное, 4 штуки. Я бы еще бы ел, если бы просто не ели другие. Ммм, печка моя. Обалденно. Мальфикки. Вот у меня вообще не включилось осознание того, что улитки настолько распространены, и даже рядом возле моего дома, что их можно есть каждый день. Вообще не включилось такого понимания. Мы вчера проходили квест с очень интересными людьми. Они нас познакомили подробно с историей войны 1812 года. Мы искали сокровища Наполеона, нашли сгущёнку, нашли сахар, чай. И вот такую чудесную вещь. Мы её не пробовали, перегли. Но по запаху уже смыло. Это самогонка. Кого? Максим. Самогонка была очень вкусная. Нет, просто у меня дедушка всю жизнь гнал самогонку, я знаю в этом деле толк. Это была крепкая, крепкая, хорошая самогонка. За крайне аппетитную встречу с высокой кухней. Я же сказала, чай великолепный. Вот кухня, это здорово, потому что это как бы такая связь через поколение. Вот вторая имениница. От меня, от эксперта белорусской кухни. Набор открыточек моего собственного изготовления. Здесь рецепты блюд белорусской кухни, фотографии. На обратной стороне рецепт. Спасибо большое. Поздравляем. Мы действительно очень старались сделать ей подарок Кате Губиной. И по ней было видно, что она очень искренне нам всем благодарна. Она так сказала, я этот день рождения не забуду никогда. Спасибо вам всем большое. Она была очень счастлива на своем день рождения. Каждый день рождения символизирует переход в новый этап твоей жизни. И пусть такой необычный вход ознаменует новое свершение, новые проекты, которые подарят тебе необходимый опыт. У Кати собой на день рождения. Аплодисментами поздравим ее. Значит, мы с нее и начнем. Пусть близкие тебя окружают заботой. Во всем встречаешь Божью помощь и удачу. Спасибо большое. С день рождения. С Новым годом. С Новым годом твоей жизни. Ну что, раз, два, три. Как-то стали больше как-то уважительно к себе, к друг другу относиться. Ну, как-то люди стали, ну, даже без камеры, там, что-то раскрываться, откровенничать друг другу. Какая-то большая степень доверия, ну, доверия появилась. Николаевна, Елена Николаевна, большое вам спасибо. Да, большое спасибо. Реально, от души честная скидня. И честно, я хотел бы такую тещу. Ну, моя умница-красавица, 18 лет, учится на первом курсе. Секунду, еще вчера Максим сказал, что я буду сказать себе 18-летнюю невесту. А это что? Трамсерферинг. Трамсерфинг. Это судьба. Праздник завершился. Но команду ждет еще одно испытание огнем. Огнем, который не потушить. Потому что это голосование на вечернем костре. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень рад вас видеть. Мы тоже. Огонь вас объединил. Ну, да. И взбодрил. И меня это очень радует. Поговорим о некоторых, пожалуйста. Дина, сегодня ты заработала иммунитет. Ура! Но тут же его потеряла. Техника безопасности. Когда бросила краги на землю. Наташа, сегодня ты раскрылась как спасатель. Правда, очень юный спасатель. Фэшн спасатель, ты хотел сказать. Поднажми, Наташа. Я тебя поняла. Рома Агамеза. Прошлая номинация пошла тебе на пользу. Я вижу твою работу. И это хорошо. Ну, а если говорить в общем, вы все сегодня молодцы. Но давайте поговорим о номинации. Сегодня она будет особенно сложной. В нее попали сильные. Макс. Ты очень сильный человек. И ты умеешь отвечать за себя. Но не всегда за команду. Хотя берешь на себя такую ответственность. Ты импульсивный человек. И эта импульсивность может тебя подвести. И именно она привела тебя сегодня в номинацию. Катя. Ха-ха-ха. 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 Нормальный подарок. Ха-ха-ха. Давай. Ты тоже очень сильный человек. Но если другие ребята растут, то ты остаешься такой же, как была в самом начале. Я жду от тебя взрыва. А его не происходит. Тяжелый выбор сегодня у вас предстоит. Да. Благодаря сложившимся обстоятельствам этот выбор стал легким. Предельно легким. Мне кажется, что если Максим так много решает за других, возможно, ему стоит попробовать себя, но не в плоскости нашего проекта. А Катя заслуживает такого же шанса, который ребята дали мне. Поэтому в Апале сегодня Максим. Я голосую за его выход. Сложно сегодня выбор. Наверное, это... Катя, это будешь ты. Так как испытания тяжелые, и сила Макса еще пригодится команде. Я, честно говоря, явно вижу, что Максиму проект этот важнее и нужнее. Потому что мы еще когда ехали только сюда в лагерь, я заметила, что он очень резкий. Эмоциональный. Здесь он исправляется. Здесь он сам осознает все свои ошибки. А с Катиной стороны я действительно не вижу, зачем ей здесь быть. Что она отсюда получает, что она внимает в этом проекте. Общительно. Общается со всеми по чуть-чуть, но я тоже не вижу никаких изменений за пять дней с ее стороны. Поэтому, Катюш, извини. Мне просто всегда тяжело общаться с людьми, которые требуют от меня объяснить себя. То есть, не дают мне права на существование. Я голосую против Максима. Я уже знаю ваш выбор. Мне стоит лишь только его озвучить. Домой сегодня поедет. Катя. Сегодня ты отправляешься домой. Уходит Катя, потому что Максим еще нужен команде. Вы можете попрощаться. Я желаю вам спокойной ночи. Скоро увидимся. Спокойной ночи. Расскажи ты что-нибудь. Катя. Блин. Катя, не реви, пожалуйста. Иди ко мне. Странно, конечно, что Дима ожидал от меня какого-то выбуха, всплеска, взрыва. Потому что я, наоборот, стремилась от этого уйти. Как раз таки. Поэтому как раз таки обвинили в том, от чего я очень долго пытаюсь уйти в своей жизни. Хочу сказать... Ну, блин, ну мне тут нравилось, ну честно. Хлевые вам кадры, да? Итоги голосования шокировали команду. Катя Губина покидает проект в день своего рождения после многочисленных поздравлений и добрых пожеланий. Кто возьмется сделать прогноз на завтрашний день? МОЛОДОЧНАЯ МУЗЫКА МОЛОДОЧНАЯ МУЗЫКА МОЛОДОЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...